привет друзья мы на канале предков family time и мы продолжаем нашу рубрику не советы психолога у нас снова в гостях виктория и мы хотим сегодня рассказать или не рассказать а просто поделиться такой проблемой как муж не работает уже много времени а жена тянет всю семью это вторая крайность вторая же до 1 1 у нас была муж постоянно на работе а здесь как бы муж вот уже долгое время не работает а жене приходится тянуть всю семью в чем проблема может быть проблем там но же причин то может быть множество да но надо сказать что это не так редко то встречается увы это не так редко встречается и причин допустим объективных по которым человек не может работать их не так много там допустим болеет до или временные какие-то там проблемы трудности или или травма какая-то серьезная произошла какие-то события серьезные человека так выбило что он просто не в состоянии выполнять работу это понятно это это все понятно но есть правда действительно вот совсем недавно был запрос когда ко мне просто обратился человек когда при том что интересно что запроса был не в том что вот заставьте моего мужа работать нет человек приходит уже с проблемой в семье когда дети уже не во что не ставят своего отца не хотят с ним вообще никакого общения более того если учесть что это еще и там семья христианская да все это происходит такой перенос все в церкви такие или бог такой не дай бог да вот такие какие-то вещи теряется полностью вот этот авторитет мужчины абсолютно а дальше этим детям расти и строить свои семьи хорошо и да что вопрос такой если муж считает что он не может просто найти себя вот он ищет поискал искал какой-то период работу да а потом просто оставил это говорит ну нет такой работы которая была бы меня достойной ух ты вот тогда и вот он уже дома сидит и все а можно я дам не совет психолога чтобы я сделала в этом случае но сказала ну нет такой работы которая тебя достойно нет и нет хлеба очень просто то не работает тут не ест тут все очень просто нет ну да одно это же реально смотрите с точки зрения психологии потребность рождает мотив не наоборот нет потребности нет мотива например до тех пор пока ты сыт совершенно не голоден тебе не приход в голову иди там открывать холодильник брать оттуда кусок колбасы хлеба и делайте бутерброд ну как только голод не тетка до начинают где-то работать ты уже бежишь холодильнику делаешься бутерброд то есть у тебя появилась потребность обыкновенная простая физиологическая она у нас у всех есть вот вообще не важно верующие ты или верующие все хотят кушать ты пошел и сделал появилась мотивация потому что есть потребность что у этого человека вообще с потребностью происходит если вот он вообще считаешь у нее никакая работа ему недостойно вот он говорит что меня все устраивает мы с голоду не умерли а значит его кормят кружат да он живет в тепле в добре я бы не создавал таких комфортных условий честно но да может быть да есть непонятно я сейчас не говорю оба нормальных объективных причинах по которым люди не работают но если действительно это просто вот такая позиция уже демонстративная позиция давайте теперь попашите вы на меня тут все а я тут буду лежать на диванчике пошли я уже наработался в своей жизни да то я устал я ухожу а вдруг война я уставший то есть тут вот однозначно для того чтобы у человека появилась появилась самотив им нужна какая-то потребность значит он должен быть в чем-то как минимум где-то как-то ограничен но может ли жена ему сказать я не дам тебе кушать не ну теоретически может я могу честно я могу я я могу сказать или такая жена которая может сказать суши дорогой будет сказать любовью может быть через шутки сначала так чтобы было доходчиво да конечно да понятно но тем не менее если если еще при всем вот этом его безделье еще и создавать ему комфортные условия он и не заработает он и не заработает это как сродни знаете комплексу комплекса ребенка сироты я просто мне эта сфера очень хорошо понятно что это много лет до потребительский вот такой у них откуда берется комплекс все приносят все готовое на улице сколько ли с детьми проработала которые вот жили на улице вот такой большой период а что делали там церкви верующие люди они просто ходили с бутербродами с едой со всеми делами танцы песни все что надо и дети из улицы не уходили они оставались подвалах им там было комфорта они сами говорили зачем что-то менять это церковь тогда при этом а тут та же самая картина вот та же самая картина нет у него мотивации потому что нет потребности никакой зачем мы создали слишком хорошие комфортные условия кто-то позволил ему думать дома что так можно другой вопрос если у него эта мотивация да вдруг начала съезжать от того что где-то возможно как-то неправильно вела себя жена да например она вечно была недовольна всем тем что он делает никогда нельзя было от нее спасибо услышим мало зарабатывать да вот что бы там ни происходило это постоянно вот этот пилюш вот это вечное недовольство и это тоже очень сильно влияет на мотивацию мотивация стуха 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 человек опустил ручки тоже причина очень распространенная просто опускают ручки ну смотрите у нас мужчины еще со времен адама быстренько отдают ответственность кто виноват его перекладывают ответственно а его дал нет его все виноваты все только не я это вот обычная история мужчины поэтому конечно вот сдулся а потом пойди попробую заведи но здесь конечно вот я опять опять же такие жена если она свою миссию выполняет достойно правильно мотивация будет это не значит что все во все периоды мы прям хочется работать там чего-то делать но разные умы мы все разные люди разные периоды переживаем но если если атмосфера такая что он везде лузер везде ему все рассказали это ты делаешь не так это ты не умеешь и тут у тебя не получается еще тут а я тут одна героиня я тут все умею окей делай героиня делай я могу мой шкаф передвинуть пожалуйста не жалусь двигать да и все она раз передвинул а второй раз передвинула и больше он уже его не двигает а зачем хотите притчу расскажу даже не прича это когда-то был рассказ написан девочкой у которой родители разводились девочки было на тот момент 12 лет и она написала сказку для того чтобы достучаться до родителей сказка вот так если очень коротко значит живет принцесса в своем замке и вот однажды она видит да там как дракон тут несется и начинает нападать на этот замок дата вы все уже 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 погибают вокруг нее и она там кричит на помощь на помощь и вдруг где-то там издалека скачет рыцарь в сияющих доспехах он скачет на коне бежит спасает два дракона спасать принцессу happy end они поженились конечно все они вот он же рыцарь он же вот его все хвалят он герой она в его глазах он в ее глазах там просто все хорошо через какое-то время он собираюсь там куда-то в поход ну читай на работу допустим поехал а тут второй дракон нападает на замок рыцарь возвращается значит он уже там свою там что там сабля меч вытаскивает из ножен бежит сейчас сразить этого дракона а в этот момент видит жену на балконе которая кричит яду ему яду и бросает ему пузыречек и он такой меч уже так я от нужно сказать я начать так все победил дракона но настроение у него уже что-то за праздничным столом в честь него уже как-то не очень да как вы понимаете на третий раз был еще хуже и так с каждым разом он сдувался сдувался сдавался а его доспехи все меркли 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 для нее он уже был вовсе не герой в один прекрасный момент принц пошел искать другой замок где он будет рыцарем сверкающих доспех обратите внимание сказку написал девочка 12 лет потому что все это она пронаблюдала она все это пронаблюдала у своих родителей в своей семье как мама потихонечку с вами бесконечными советами или контролем или недовольством подставьте любое что есть что вы можете наблюдать своей семье да просто сдувала потихонечку мотивацию крылышки подрезала своему принцу своему герою своему рыцарю на белом коне результат он он тебе не заставят долго ждать и вот в одна из крайностей или так которые мы говорили в прошлый раз или вот это да он просто сядет окей ты можешь сама шкафы двигать двигай а то ты можешь сама еще и заработать на трех работах вообще шикарно чёшь нет здесь мы сделали виноватой жену это нет как бы всегда в отношениях виноваты оба хорошо если муж например говорит что ну не переживай бог за нас позаботиться ой да зачем что-то делать зачем все работы не заботись но просто в молитве да высказывайте свои желания богу и желание будут исполняться хорошо раз уж библия значит библия разве же человек как как аргумент выдвигает библию значит давайте аргументируем библию адам был создан в сад не не послали просто был сразу создан в этом саду эдемском прекрасном и бог не сказал ему валяйся праздного там на траве и ничего не делает правда он сразу был создан трудиться он сразу был создан для труда мужчине вообще состоятся вот деятельности этаж как без этого другое дело что труд его тогда не напрягал это да но и после греха падения та же самая миссия у него осталось просто тогда уже присоединились болезни усталости все эти вещи но труд у него никто не отнимал потя лица конечно трудиться это вот как бы есть обязательная часть нашей жизни и без этого просто атрофируемся при том атрофируемся буквально я сейчас не это не для красного словца у нас атрофируются клетки в мозге если мы не работаем если мы не трудимся и не только не трудимся над собой и речь не только идет там а давайте будем жать на диване все духовно возрастать во-первых лежа на диване ты духовно не возрастешь это точно скорее духовно в болото превратишься а это именно вот вот любой труд любая деятельность там не знаю физическая умственная деятельность там айтишник программист спортсмен строитель фотограф психолог кто угодно ты занят какой-то работой которая приносит кому-то какую-то пользу для человека это естественно делать что-то что это одна из потребностей людей самовыражение не для того чтобы знать как я крут а для того чтобы быть актуальным для кого-то в этом мире потому мы выбираем куда сферу деятельности чтобы быть актуальным ну понятно еще заработать деньги то есть это естественно для человека а если мы делаем противоестественные вещи перестаем работать введем праздный образ жизни наш мозг начинает буквально атрофироваться да это факт вопрос немножко зацепила заработать деньги если это работа которую делает муж приносит маленький доход доход но ему нравится она его удовлетворяет и он получает в этом какое-то удовольствие этой работе но просто маленькие заработки как бы семью он принципе не сильно много приносит стоит ли менять работу я думаю что им стоит об этом как минимум говорить насколько чего хватает или не хватает в этом себе а возможно их всех все устраивает так бывает да вот всех все устраивает он больше допустим там времени что он делает другое время да он допустим больше времени с детьми проводит к примеру я знаю такие семьи да или он дополнительно занят какой-то волонтерской деятельностью помогает кому-то до зарплата меньше а у нее зарплата больше я проблемы не вижу хотя хотя есть те кто видит конечно да и кричат что женщина обязательно должна зарабатывать меньше мужчина больше вот тут как бы где-то стереотип взялся откуда этот стереотип стар как мир жена твое дело кастрюли а я тут заработчика потом когда этот заработчик вдруг закончился да то вот тогда тут тогда всех устраивает и наоборот пускай она уже пойдет и позарабатывает но изначально как вроде как мужик он должен иметь больше власти он должен быть выше по должности соответственно должен приносить больше денег вот такой перекос в ролях все давно забыли со времен грехопадения после проклятия о том что у нас партнерские отношения муж и жена это партнеры они друзья они партнеры не кто-то выше и кто-то ниже а вот перекос как пошел от адемского сада а он же он же все время углубляется это знаете как возраст уменьшился то есть количество дней жизни уменьшилась точно так же и во всех остальных сферах вот все углублялось углублялось усугублялось усугублялось женщина в более зависимом положении оказалось в некоторых странах она вообще вещью можно продать или приравнена там приравнена к домашним животным да вот все оттуда же и идет все усугубляется здесь та же самая картина да вот это сейчас стереотипы наверное иногда жена больше зарабатывает чем муж и уже какой-то появляется обида что ли на что он не может себя реализовать может он больше и может и от этого он тоже не хочет искать работу бывает это бывает но опять-таки вот тут надо работать откуда эти стереотипы взялись почему он так свято в них верит а почему он тогда ну скажем не верит в то что тут написано в писании к примеру а верит в стереотип почему он свято следует тому что ему говорят смотрите у нас у всех мы все рождаемся изначально целой кучи возможностей и на протяжении жизни у нас эти возможности бесконечно появляются если мы возьмем библию этого мы видим там причем таланта и талант это мера веса там это не просто способность какая-то особая данная человека это мера веса читай равно все возможности которые у тебя есть все если время здесь и таланты здесь и способности какие-то дары здесь и деньги возможно здесь и люди которые рядом с тобой все возможности которые тебя на протяжении жизни появляются вот у одних взгляд заточен изначально то есть они научены эти возможности видеть во всем а А другие, у них взгляд заточен, видеть препятствия. Как правило, это проблема, тянущаяся из детства. Это то, что он видел в своей семье. Нужен ли здесь психолог? Чаще да, чем нет. Можно ли обойтись душепопечителем, но если он хоть как-то, хоть что-то, какие-то основы понимает, откуда ноги растут, то да, он может справиться сам. Может ли вообще человек в принципе справиться сам? Я видела таких людей, которые справляются сами, без посторонней помощи. Но у них очень высокий уровень мотивации вырваться и себе помочь. То есть они как-то стараются найти себя в чем-то другом еще, а не только зацикливаться. Они сначала пытаются найти причину, почему я вижу вот это так, почему для меня это вдруг стало проблемой. То есть это люди, которые задают часто себе вопрос, почему. Почему я это сделал, почему у меня так получается, почему я это говорю. Вот для них это почему очень важно. И тогда они ищут ответ и находят его. Но таких людей не так много, которые часто себе задают вопрос, почему. Они просто живут, потому что это так удобно. Все. Если жена уже устала, опускаются руки в нее, и она уже не знает, как мужа мотивировать, искать работу. Или просто вот она устала, и все, ей уже ничего не хочется. Вопрос, как она мотивировала. Понятно, что устала. Даже не сомневаюсь, что она устала, потому что я бы тоже устала. Если бы, если бы, да, так вот. Была вот такая ситуация, когда ты швец и жнец, и в дудудудец, идите на тебе. И еще вот тут вот муж лежит на диване, да, и о высоком там себе рассуждает, да. И больше ему как-то ни до чего. Конечно, она устала, я понимаю. Но вопрос, он же как-то в эту точку пришел. Задавала бы я себе вопросы, почему он пришел в эту точку. Я бы задавала себе вопросы. Что я сделала, где, в какой момент, что я позволила ему думать, что так можно. Или так хорошо. Что я сделала, чтобы сподвигнуть его на то, чтобы что-то изменилось. Я бы себе задавала бы вопросы. Конечно, я бы говорила бы с ним. Естественно, я бы говорила бы с ним. Не ругалась, потому что у нас очень часто в этой ситуации, тоже из практики, говорила это равно ругалась. Пилила, ругалась там, высказывалась. Нет, говорила, выясняла бы причины, что происходит. Где появился вот этот момент слома. Может быть, какого-то неверия в себя. Может быть, вот здесь надо искать причину. Почему вдруг он лег на этот диван? Что произошло? Ну и 100% я бы не создавала бы очень комфортных условий, если бы я видела, что у человека просто позиция. Что это позиция. Это не вынужденные какие-то обстоятельства, а позиция. Я бы не создавала комфортных условий, точно. Мне классно. Ты сказала, что жена должна вдохновлять мужа. 100%. И мне тоже кажется, что если муж... Ну, если ты устала, если жена, например, встала, то, может быть, где-то ты не так его вдохновляла, может быть, как-то неправильно подбирала слова. Не так, может быть, не так вдохновляла. А может быть, вообще просто не замечала. Даже не то, что там вдохновляла. Иногда же даже и говорить-то каких-то слов не надо. Надо просто заметить. Вот просто заметить. Была у меня когда-то одна женщина, у которой 4 мужика в доме, как она говорила. Муж и трое мальчишек. И вот она пришла, она сказала, не в моготу, я больше не могу. Я больше не могу на все это смотреть. Он работал, но там как-то через пень-колоду, очень-очень, она все тянет. И что ее больше всего печалило, это что мальчишки берут такой же пример. Он может прийти, поесть, даже тарелку в раковину не поставить. Не то, что там не помыть ее, просто даже в раковину не поставить. А что если папа делает? Если папе можно. Причем мне нельзя. И вот когда мы с ней разбирались, когда это произошло, когда это, мы выяснили, что она вообще никогда за всю жизнь ни разу не сказала ему ни за что спасибо. Говорю, а было когда-то говорить, за что спасибо? Да. А много он для вас делал? Что он делал? Вспомни как-то. Да, ну как-то, ну как-то они научили меня говорить спасибо. А что, это нормально, он же мой муж. И вот это спасибо, да, просто такая форма обычная благодарность. Ну, никогда не звучало. И я ее отправила домой с заданием. Сказала, послушай, пойди, пожалуйста, найди хотя бы там пять качеств, за которые ты можешь ему сказать спасибо или просто похвалить за что-то. Вот просто найди. Она два дня ходила, говорит, и мне не за что его хвалить. И не за что говорить ему спасибо. Не за что, я не могу найти, не трогайте меня. Я говорю, нет, иди и ищи. На третий день, или на четвертый, не помню, раздается звонок, она мне кричит трубку, ура, ура, я нашла. Да ты что? Она говорит, сейчас извините сразу. Она говорит, представляете, он оказался единственным из четырех моих мужиков, которые идут в туалет и крышечку на унитазе поднимают. И когда я ему сказала, Вася, спасибо тебе большое, ты такой молодец, ты так обо мне сейчас позаботился, эту крышку поднял, говорит, что он вот на этот унитаз вот так снова зашел в туалет, сел и смотрел на меня полчаса. И я, говорит, расплакалась и сказала, никогда не говорю тебе спасибо. Она говорит, надо следующий, а после этого она стала замечать, вот вдруг открылась, и она стала замечать, и стала благодарить. А через три месяца Вася нашел себе работу, да притом такую, о которой даже не мечтал. Вот и все, хэппи энд. Казалось бы, да. Казалось бы, да, всего лишь, да, а крылья где-то подросли. Ну, нам же всем хочется, чтобы нам сказали где-то спасибо. Да, ожидать неправильно, но нам же хочется, да, мы же стараемся, нам же хочется какого-то теплого слова. А мужчине особенно нравится, когда его хвалят. 100%, это его особенность, это его эмоциональная потребность, да, ободрение и похвала. Прям как женщине забота, ей забота, а ему вот это. Конечно, об этом надо не забывать. А если мы все как должное принимаем, ну... Поэтому, дорогие жены, благодарите своих мужей, ищите, за что можно сказать им спасибо. А я тебе говорю спасибо сейчас за наше время, за то, что мы провели его. И пишите, друзья, ваши вопросы, если у вас есть в комментариях, мы тоже будем рады их рассмотреть и просто порассуждать вместе. Спасибо всем, пока. Спасибо большое, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...